В 1982 году в Казани на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля впервые прошел оперный фестиваль имени Фёдора Ивановича Шаляпина. Тогда он еще не имел статуса не то что международного, даже всесоюзного. Но для того, чтобы спеть в Борисе Годунове, Князе Игоре, Севильском цирюльнике, Фаусте, Русалке, съехались артисты со всего СССР. Город живет музыкой, каждый день аншлаг. Заголовки местных газет за февраль 1982 года отражали интерес публики, возникшей сразу же. Началась и закончилась перестройка, распался Союз Советских Социалистических Республик, мировые экономические кризисы стирали с лица земли целые корпорации. Но и сейчас, спустя 30 с лишним лет, Шаляпинский фестиваль живет, процветает, собирает аншлаги и является старейшим фестивалем оперного искусства на постсоветском пространстве. Звучит музыка. Традиционно 13 февраля, в день рождения Шаляпина, в оперном театре идет Борис Годунов. Модест Петрович Мусоргский определял жанр этой оперы как народная музыкальная драма, и не случайно. Народ — главное действующее лицо. Народ и сцены с ним занимают в центральное место в драматургии. На первой странице клавира Бориса Годунова Мусоргский написал «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере». «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей. Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей. Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей». Первое исполнение Шаляпиным партии Бориса Годунова состоялось в 1898 году в частной русской опере в Москве. Такого ошеломительного успеха у Шаляпина не было еще ни в одной роли. Спектакль «Борис Годунов» стал своего рода визитной карточкой Шаляпинского фестиваля. В этом году партию Годунова пел частый гость нашего фестиваля, известный русский бас Михаил Светлов. «Борис Годунов» «Борис Годунов» «Борис Годунов» Слава мне сердце